Субтитры создавал DimaTorzok Нам обещали благополучное будущее, обещали много денег, но сейчас здесь нищета. У многих жителей родились дети, которые все это время не видели нормальной жизни. В 2018-м бандформирование в ДРА сдали тяжелое вооружение, оставили лишь стрелковое, но поддерживаемое третьей стороной из города уходить отказывались. В начале августа сирийские власти снова обратились за помощью в российский центр по примирению сторон. Наши военные разработали дорожную карту и предложили боевикам весьма щадящие условия сдачи. Планируется открытие полицейского участка опорных пунктов сил безопасности. В дальнейшем в районе будет осуществляться совместное патрулирование силами военной полиции. Россия выступала гарантом мирного возвращения жизни в этот район. Тем, кто долгие годы воевал с правительством, предложили амнистию и официальные документы, можно сказать, подарили новую жизнь. Кто по-прежнему не согласен с позицией официального Дамаска, может уехать на север. Для этого приготовили автобусы. Ими воспользовались около ста семей боевиков. Там нет еды, воды. Все это продается за очень большие деньги. Нет возможности накормить детей. Тем же, кто желает вернуться к мирной жизни на период урегулирования их статуса, предлагается размещение в палаточном городке. Там есть вода и электричество. Бытовые условия явно лучше тех, в которых они живут сегодня. Жители района, которые познали все ужасы правления боевиков и сбежали от них, уже давно размещаются в городских школах. И они безумно рады, что скоро смогут вернуться домой. Российская дорожная карта примирения сторон рассчитана на три месяца. Пункты пропуска и сдачи оружия будут работать до октября. Также будут ходить и автобусы на север. Но сирийские власти надеются, что большинство бывших боевиков все же примет решение вернуться к мирной жизни. Боевики в районе Аль-Балят города Дыраа не сдавались официальным властям все 10 лет с самого начала конфликта. Но вот один за другим они покидают укрепленные позиции и складывают оружие. Это был последний крупный оплот террористов на юге страны. Город Дыраа, это южные ворота сирии боевики, поддерживаемые третьими странами, не выполняли мирное соглашение, подписанное при содействии России в 2018 году. Официальный Дамаск снова обратился к нашим военным. И российский центр по примирению враждующих сторон разработал новую дорожную карту. Первое условие – мирная сдача оружия. Уже зано более 300 единиц стрелкового оружия. Из них несколько минометов, стрелковых и станков, и гранатометов. Для террористов, добровольно сдавших оружие, предусмотрена полная амнистия. Благодаря усилиям наших специалистов, Дамаск гарантировал им безопасность и легализацию. Теперь они могут урегулировать свой статус и вернуться к нормальной жизни. Это, можно сказать, временный паспорт. Самое главное, этот документ говорит о том, что его обладатель вернулся к нормальной жизни, стал частью общества. Тем же, кто не хочет возвращаться к мирной жизни, предоставляют автобусы. Они гарантированно отвезут их на север, в турецкую зону ответственности. Незаконное вооруженное формирование еще контролируют несколько районов провинции Иглиб, Север-Алепа и Аль-Хасики. Под защитой американцев властвуют на востоке Дер-Эс-Зор. Такие автомобили, как вот этот, конфискованные, сегодня редко, но все еще можно встретить на дорогах Сирии. Опасны они прежде всего тем, что могут появиться неожиданно. Сейчас я покажу, как устроено это оружие. Как правило, на внедорожник устанавливают вот такую станину, сваренную вручную. Дальше устанавливается крупнокалиберный пулемет. Здесь стоит сейчас ДШК. Очередь из такого может запросто распилить машину. А вот, кстати, гильза. Крупнокалиберная. Опасная штучка. А на улицах полностью освобожденного ДРА снова появились полицейские. А пока их основная задача проверка автотранспорта. Ведь немало и тех боевиков, которые не хотят сдавать оружие и легализоваться. Важно проверить не только документы на машину, но и удостоверение личности. Водители или пассажиры могут быть в розыске. Так часто бывает. Они пытаются уехать из города под видом обычных людей. После выхода террористов из города спокойно могут вдохнуть и те, кто долгие годы жил под их властью. Этот мужчина, к примеру, несколько лет охранял свое скудное имущество в полуразрушенном доме. Семью я отправил к родственникам, а сам остался охранять дом. Захватчики, которые 10 лет держали в блокаде район, мародеры. Мирным жителям освобожденного района приходилось охранять свои дома от боевиков с самого начала конфликта. Очень часто это заканчивалось трагически, как в семье Фатух. Ее сын погиб у родного порога 10 лет назад. Я так и просидела 10 лет возле дома. Все жду. А вдруг он сейчас пройдет по этой улице? Но наконец-то в этот мятежный район города снова начинает возвращаться закон. В каждом квартале расставляют посты сирийские военные. Наряду с ними за порядком будут следить и наши российские военные полицейские, как гарант мира и безопасности в регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok